Очень важно, что Путин сделал то же самое, что уже сделал Лукашенко. Он лишил людей будущего. Это принципиально важно. И Порошенко, и Лукашенко с разных сторон, по разным причинам, они лишили людей будущего. У нас после выбора 2018 года будущего нет. Ни хорошего, ни плохого, никакого. Будет так же, как сейчас, только сильно хуже. Руководство страны это устраивает. Для них это коммунизм. Для них это рай. Для страны это ад. Добрый день, дорогие друзья. Сегодня, как обычно, по средам, у нас Михаил Геннадьевич Дилягин в гостях. Здравствуйте. Дорогие друзья, мы сначала обсудим тему, конечно же, Беларуси, немножко хабаровских протестов, и потом перейдем к вашим вопросам, которые вы написали у нас на канале. Просто самое главное, потому что мы на них давно не отвечали. Да, мы на них давно не отвечали, Михаил Геннадьевич. Но тут уже от нас мало что зависит. Беларусь, я понимаю, что вас уже все про него спросили. Вас про него спрашивал Караулов, вас про него... Я, наверное, интервью 6 или 7 с вами видел, где вы за последние 3 дня высказывались по этой теме. И все-таки хочется понять, вот, несмотря на то, что информации полно, ощущается ее дефицит. Потому что мне, например, непонятно, насколько все-таки эти протесты народные, так сказать, свободной волей изъявления, насколько они были организованы какими-то сторонними силами. Кто-то говорит, что это Россия подогревает, кто-то говорит, что это Европа подогревает. Ваша оценка, как это понять? Значит, первое, любой протест вызван негодованием народа или заметной части народа. И никакой протест, который не имеет организации, никаких шансов не имеет. То, что мы видели, по-моему, 3 ночи это продолжалось. Я говорю в прошедшем времени, потому что сегодня утром в Минске включили мобильный интернет и восстановили социальные сети. Это либо капитуляция государства, на что не похоже, либо, скорее, это, так сказать, признак завершения полицейской части спецоперации, то есть выявление урок структуры и ее ликвидации. Посмотрим, даже не сегодня, посмотрим на выходных. То есть мы подозреваем, что этой ночью вполне вероятно арестовали, задержали зачинщиков. Об этом сообщалось, не зачинщиков, а организаторов, потому что зачинщик это Александр Григорьевич все-таки, в связи со своей выдающейся эффективной внутренней политикой. Но посмотрим. Включение социальных сетей в 6 утра это признак некоторой нормализации. А другое дело, что можно толковать по-разному, ну посмотрим вот этой ночью и посмотрим, самое главное, на выходные, потому что люди работающие протестуют. Посмотрим, что. Качественно новая ситуация начали, вроде бы, протест начал переползать на предприятие в виде забастовок. Но сообщения об этом настолько пропагандистские и настолько размытые, что даже белорусы очень добросовестные люди, они не врут. Даже пропагандисты белорусской оппозиции, они стесняются врать, так сказать, открыто. Ну на самом деле непонятно, если на предприятии работает полторы тысячи человек, а в забастовке приняло участие, например, 50, это же тоже забастовка рабочих. Это забастовка, но для предприятий на это наплевать и забыть. Это наглядно показывает реальные масштабы протеста в процентном отношении. Потому что, действительно, Лукашенко выбор выиграл. И всякий Майдан, смысл Майдана, не в том, чтобы вернуть украденные выборы, а в том, чтобы сломать победителя, когда тут уже расслабился. Все Майданы строятся по этому принципу. Янукович выиграл выборы на Украине. А Милошевич выиграл выборы в Сербии по-честному. Воронин выиграл выборы в Молдавии по-честному. Мадуро выиграл выборы в Венесуэле. Да, там с перекосами и всем остальным победитель расслабляется. И тут его сносит организованное меньшинство. И все-таки здесь другой вопрос. Насколько честно выиграл эти выборы Лукашенко? По социологии Лукашенко теоретически не мог получить меньше 55%. И скорее всего он получил 60% или больше. Понятно, что то, что он сказали 80% как в прошлые разы, это нелепый пиар. Потому что он не мог получить столько, сколько в прошлые разы. Потому что популярность снижается, недовольство растет. И молодежь все-таки ходит на выборы. То есть понятно, что он должен был получить меньше. Но понятно, что он выиграл выборы в первом туре. И выиграл, так сказать, не 50,5%. А выборы выиграл хорошо. Здесь вопросов нет, потому что есть просто социология. Протест против Лукашенко это протест за то, чтобы превратить Белоруссию в Северную Молдавию. В ошметки Северной Украины. То есть все государственные предприятия, все сельское хозяйство и все машиностроение понимают, что они будут уничтожены. Рядом Польша, рядом Украина, рядом Россия. Они все прекрасно видят, как это бывает при либералах. Они в Смоленск ездят и видят, что такое либерализм. Они ездят в Польшу, общаются там с украинскими рабами. И понимают, как им будет в Польше, когда Белоруссия прекратит свое независимое существование. Дальше. Против Лукашенко. Да, есть госслужащие, есть МВД, есть силовые структуры, которые понимают, что их будут сажать. Просто сажать. Лишать средств существования. Это огромные социальные группы. Надо сказать, что Белоруссия это две трети Москвы. Если Украина это чуть больше, на самом деле чуть меньше, чем две Москвы, то Белоруссия это две трети Москвы. Кто против Лукашенко? Это интеллигенция, которую он вскормил в части политики белоруссизации. Это студенты, это преподаватели УЗУ. Это деятели культуры. Плюс это безработные, которые тоже есть. Плюс это люди, которые ездят на заработки. Причем ездят на заработки в Европу. И думают, что если они снесут Лукашенко, то будет как в Европе. И они будут поляками. Поновать будут. То есть, по социологии Лукашенко выборы выиграл. Раз. Не так. Наверное, не так, как он нарисовал, но он их выиграл. Второе. В чем трагедия Белоруссии? В том, что у Белоруссии нет выхода. У нее нет никакой перспективы. Потому что Белоруссия, как и все, даже не постсоветское, постсоциалистическое пространство. Все эти Румыния, Болгария, Польша, Чехия, даже Восточная Германия. У них есть перспектива, только если в России модернизация. Тогда Россия предъявляет спрос. И Россия вытаскивает все это, потому что у них есть что предложить. Пока в России нет модернизации, у них нет рынка. Принцип. По всем остальному мире перепроизводства. Здесь Россия сейчас в том же положении, что и Советский Союз во время Великой Депрессии. Потому что Советский Союз был единственным местом модернизации, которого выволакивала мир из Великой Депрессии. Поэтому нам помогали все. Включая те, кто ненавидел друг друга люто. Ну, кроме японцев. Японцы строили новую Японию в Маньчжури. А сейчас то же самое, только мы модернизацией не занимаемся. И Белоруссия не имеет перспектив. Лукашенко не имеет перспектив. И его от понимания, отсутствия перспектив, он сходит с ума. Михаил Ильич, а почему, почему ни Лукашенко, ни у нас в стране нет перспективы в плане, кто если не Лукашенко, кто если не Путин? Почему эти люди, они считают себя вечными? Или как это происходит? Почему они не готовят себе, условно говоря, преемника нормального, замену? То есть, даже если они такие ультраконсерваторы и хотят, чтобы их, там, не знаю, кланы, группировки оставались всегда при власти, но они же понимают, что это рано или поздно их личная власть кончится. Приемникам есть две проблемы. Проблема слабого руководителя такого психологического, это то, что мы сейчас видим и у нас, и в Белоруссии. Человек, который... Человеку не хочется думать о своей смерти, это очень неприятно. Очень. Поэтому любой, кто говорит руководителю, что, дорогой товарищ, надо бы тебе подумать о преемнике, он автоматически идет лесом в пешие сексуальные путешествия. Сразу. А самому культуры не хватает. Вариант второй. Сильный руководитель. Да, и вариант Лукашенко, когда он выбирает себе преемника, как говорят белорусы, это его сын Николай, говорит, доколе у нас будет Лукашенко, ну как доколе, доколе, у всех ломается психика. Как этот мальчик вел себя с генералами, многие могут видеть на разного рода видеохронике, которые есть в интернете, то есть этот человек управлять не сможет. Потому что человек должен вызывать к себе симпатию, по крайней мере, ближайшего круга, а не ненависть. Без этого руководить нельзя. Проблема сильного руководителя, когда он выбирает себе преемника, его просто уничтожают, этого преемника, в рамках конкурентной борьбы. Устали она, судя по всему, Болжданов, хотя у того и было плохо со здоровьем, но это было лучшее, что было в окружении, и, так сказать, что называется, залечили, судя по всему. Поэтому у всех, очень многих, скажем так, единодичных лидеров, от Александра Третьего до Хафиза Асада, они воспитывали старшего сына, сына убивали. Тем или иными способами. Просто конкурент. Это как раз одна из причин, почему нужна демократия. Потому что отбор преемника производится достаточно хаотизированно, и нельзя его вычислить и ликвидировать заранее. Чтобы страну передать славу, мы заедемо непригодному руководителю. Но в данном случае это люди, которым просто страшно думать о завтрашнем. Ну, можно посмотреть, что там Путин наговорил про вакцину. Да, об этом, кстати, многие спрашивают. Я не понимаю, как можно относиться к своим детям, чтобы провоцировать, чтобы сделать эту вакцину на них. Я просто зачитаю себе из этой инструкции. Мне вот прислали по телеграмму инструкцию о применении лекарственного препарата, то есть новой вакцины, которую, по словам Путина, ввели его дочери. Я надеюсь, что он, так сказать, слукавил, и дочери его все-таки не вводили. И если вводили, то не Гамалея, а Габричевского, потому что там вроде бы все чуть более серьезно. Значит, цитирую. «Защитный титр вырабатываемых антител, то есть тюхуровень в крови. В настоящий момент неизвестен». Это в инструкции написано. О продолжительности защиты неизвестно. Клинические исследования эффективности, эпидемиологической эффективности не проводились. Детям до 18 лет при беременности в период грудного скармливания, в связи с отсутствием данных об эффективности и безопасности, применение вакцины противопоказано. Взаимодействие с другими лекарственными препаратами не изучалось. То есть я цитрамму от головной боли прямой, куда я после этого уеду, никто не знает. И уеду ли. «Исследования по изучению влияния вакцины на способность управлять транспортными средствами и потенциально опасными механизмами не проводилось». То есть нельзя потом машину водить? Нет, может быть можно, просто это никто не знает. Вопрос простой. А простите, пожалуйста, а что это за отношения в семье, если вот это вот применяется по отношению к ребенку, пусть и взрослому ребенку, и отец об этом говорит спокойно. Я понимаю, что дети иногда бывают, так сказать, разные, и, так сказать, ребеночек мог сам на себе это сделать, но он, как бы, я бы выпорол. Друзья, я еще раз напоминаю, что у нас осенью будут всячески пропихивать вакцину. Вполне возможно, что и на школьников, и на студентов, на врачей, на учителей, на всех, кто работает с людьми, будут, мягко скажем, предлагать сделать вакцину. Поэтому пока есть возможность, сходите к участковому врачу, скажите, что у вас там аллергия, там что угодно, пусть он вам заранее выдаст справку, медотвод, запрет вам делать на себе любые прививки. Официальное разрешение, что вы не делаете себе прививку, называется медотвод. Да, это очень важно, это необходимо, потому что это вопрос вашего здоровья, в прямом смысле этого слова. Я напоминаю, что по европейским данным, смертность от коронавируса, там идет дискуссия, сколько, но ученые говорят, не более 0,8%. То есть как при сезонной эпидемии необычного, но тяжелого гриппа. Это в разы меньше, чем при ротовирусе. При том, что мы не доживаем в основном до того возраста, когда действительно становится опасным. Это проблема для диабетиков, это проблема для тех, кто регулярно потребляет алкоголь, просто я сужу по своему окружению. Но при этом вопрос о возможности вакцины остается открытым, потому что вирус мутирует стремительно. У меня, я знаю человека, который уже совсем пожилой, ему там под 70 или может слегка за 70, он в эту волну переболел дважды. Ну, мужик-то, так сказать, жесткий, поэтому спрашивать его, сколько вам лет, мне как-то язык не повернулся, потому что могу про себя много интересного узнать. Но, тем не менее, у меня из моего окружения один человек погиб от коронавируса, и семь или восемь погибл от коронавируса. Ну, не из тех, кого я знаю. Кто-то от прекращения медицинской помощи, кто-то заработал себе досрочный инсульт, подозревая, что просто человек сидел на даче и бухал, и так далее, и так далее. Вот соотношение такое. И главный пульмонолог Минздрава очень четко зафиксировал, что я не только в этом году прививаться не буду, я еще и в следующем прививаться не буду, потому что должны пройти клинические испытания, ребят. Да, да, они, похоже, решили провести испытания прямо на населении. Михаил Ильич, все-таки хочется вернуться к теме Беларуси. Да, вернемся к Беларуси. Вернемся к Беларуси, извините, я съехал. Да, я думаю, это было интересно нашим зрителям. Смотрите, с одной стороны, многие говорят о том, что все-таки это прям народные протесты, народные волнения, но тогда вопрос, почему силовики не переходят на сторону протеста? Вот это вообще, как должно произойти? Как это выглядит? Вот у нас много говорится о том, что если у нас будет митинг, там, не знаю, несколько миллионов человек, то Росгвардия, она к нему примкнет, чуть ли не возглавит. Как это вообще должно выглядеть? Вот более предметно хочется этот вопрос рассмотреть. Это зависит от того, кто осуществляет протест. Почему в Хабаровске, Хабаровске, местные правоохранительные органы отнеслись к протесту крайне лояльно? Не только потому, что там вышли десятки тысяч человек. В Хабаровске вышли окраины. Вышла не творческая интеллигенция со студентом, которая, в общем, особо никакого сочувствия ни у кого не вызывает. Вышли работяги. То, что сейчас любят называть глубинным народом. Я не очень понимаю товарища Суркова, наверное, недостаточно много применяю стимулирующих веществ, ограничиваюсь чаем. Но, тем не менее, на всех протестах болотных выходил центр, выходила творческая интеллигенция. В Хабаровске, просто социологические опросы. Центр говорит, мы поддерживаем протесты, но мы сами не ходим. Выходит реально окраина, которым час ехать на автобусе или на маршрутке до этого протеста. И когда выходит ОМОНовец, он видит перед собой таких же мужиков, как он сам. Потому что нужно понимать, что ОМОН это не элита, ОМОН это просто ребята с окраина, которым или в преступность, или в полицию. И они решили, что полиция это почестнее. Все. Точка. И на слова президента 17 тысяч рублей зарплата средний класс, средний ОМОНовец реагирует так же, как средний россиянин. Абсолютно. Извините за слово. Россиянин, средний гражданин России. И когда он видит перед собой таких же, как он, он вместо того, чтобы, значит, махать дубинку, говорит, ребят, а вы чего? Все ему отвечают, что они. Он говорит, ну, ребят, ну вы не нарушаете, чтобы мне не было повода вас, значит, так сказать, винтить. Вот как это происходит. А когда в Белоруссии выходит ОМОНовец, он видит перед собой объект своей классовой ненависти. Людей, которые хотят сделать здесь так, как в Польше, чтобы родня этого ОМОНовца потеряла работу. И моталась, скиталась по всей Восточной Европе, искала себе заработок на положение рабов. Он видит перед собой представителей творческой интеллигенции, которые заставляют его ломать язык и говорить на море. Которые он, как бы он сам говорит на море, потому что он белорус. Хотя далеко не все там белорусы. Но он говорит на море в быту. А сложные слова, их на море просто нет, потому что сначала индустриализация, и все говорили уже по-русски. Язык индустриализации – это русский язык. Железная дорога, чугунка – это все. И чугунка тоже русское слово. Или железница. Нет, чугунка, чугунка, правильно. Чугунка, железница по-украински. И все. И когда он видит перед собой людей другой социальной породы, то у него к ним сочувствия, эмпатии нет. То есть это как раз свидетельство того, что все-таки там скорее протест именно не народный, а по большей части инспирированный, кем-то организованный. С другой стороны, Михаил Ильич, я даже не хочу говорить о том, что там вот эта фальсификация выборов очень много вопросов вызывает все-таки. Ну, как бы ради какого-то там… 42% проголосовало досрочно в ходе этого растянутого голосования. То же, что будет у нас. Вот к этому мы чуть попозже перейдем, потому что для нас все это в первую очередь интересно настолько, насколько из этого наши власти сделают какие-то себе выводы. Она не способна делать выводы, с моей точки зрения. Я провел опрос о радио «Комсомольская правда». Дорогие друзья, где социально-экономическая модель правильная? В Беларуси или в России? 91% против 9% в пользу Беларуси. Точка. Ну, там эффективность видна, конечно. Там видна эффективность, там виден порядок, там видна нормальность, которой у нас нету. Там невозможная ситуация, когда советник мэра давит девушку в пешеходной зоне своей машины, а потом выходит из машины, обвиняет ее в антисемитизме и тащит в суд. И суд принимает дело к рассмотрению. Там в Беларуси невозможно. В Беларуси дикое количество людей с Кавказа, приличные людей со Средней Азии, там нет этнических мафий. Их нет. Фантастика. Если вы нарушаете закон, вы садитесь в тюрьму. А если вы при этом начинаете покупать и угрожать, это в тягчающее вино обстоятельства, вы садитесь совсем хорошо. Подозреваю, что там нет ни черных, ни синих, ни зеленых зон. Так вот, Михаил Игнатьевич, но с другой стороны, зачем же происходит избиение журналистов? Это во всем мире считается, ну, не просто дурной тон. Вот множество кадров сейчас в интернете о том, что люди, жилетка с надписью пресса, там камера у человека в руках, к нему подбегают, его бьют, пинают, ломают флешку, не дают информацию распространить, выполняют журналистскую работу. Все знают очень хорошо, что в условиях массового беспорядка журналист работает на стороне массового беспорядка. Хочет он того, не хочет он того. Сам факт картинки работает на организаторах массового беспорядка. Поэтому ломают флешку. Это, вот, словом флешки, это осознанное действие. А все остальное, это проявление классовой ненависти, социальной ненависти. Потому что для ОМОНовца, журналист, это представитель той самой творческой интеллигенции, которая запрещает ему говорить на родном языке. То есть в тот момент, когда мирный митинг превращается в беспорядки, это уже не место для журналиста? Журналисту везде место, но журналист должен понимать, что если полиция стоит как Беркут на Майдане, ее жгут, и она стоит, тогда все в порядке для него. Но для полиции он ассоциируется с редчайшими исключениями вместе с восставшими. Точка. И если на нем желтая жилетка, то все понимают, что все медиа объективно, по факту подачи информации, неважно, как они подают, неважно, не называют восставшими или бунтующим быдлом, это неважно. Картинка ушла, и у всех, естественно, сочувствие к восставшему народу. И, так сказать, ОМОНовец или милиционер понимает, что это тот, кто работает против него. Тот, кто работает на раскрутку протеста. И что еще очень важно в Белоруссии и во многих других местах, он веет перед собой представителя творческой интеллигенции. Повторюсь. Который агитирует за ненормальность, который агитирует за извращение, который его ОМОНовцы детей может превратить в голубых в розу, который может лишить его конкретно внуков, которого конкретно собирается лишить страны. В Болгарию они, может, не ездили, но в Польше они наверняка были. И на Украине наверняка были. И в России они наверняка были. И журналисту кричать, что, ребята, я прошел, так сказать, Донецк, без разницы. Потому что в этой ситуации он объективно стоит на стороне врага. И то, что ОМОНовцы бьют, это признак того, что люди поддерживают Лукашенко не по приказу, а по душе. Да, за Лукашенко нет перспективы, но за протестом перспектива такая, которая не нравится никому. Пусть она будет попозже. То есть в этом плане государственные СМИ Беларуси отработали на отлично. Они показали, кто тут враг, кто тут друг. И для силовиков никаких вопросов не осталось. Я подозреваю, что государственные СМИ Беларуси не пользуются популярностью в белорусских службах. Я подозреваю, что здесь работает просто социальный инстинкт. Нас всех, творческая интеллигенция, обманывает с 87-го года. Нам с 87-го года, все треть века национального предательства, все эти рукопожатные режиссеры, врут, чтобы прикрыть свое воровство. И мы это видим, мы это знаем. В нашей стране их освобождают под аплодисменты из зала суда, чтобы они шли воровать дальше. Чтобы они дальше продолжали агитировать за все извращения. И если вы думаете, что в Беларуси про это не знают, что в Беларуси это не видят, то вы наивны, и мы наивны. И белорусские государственные меди здесь ни при чем. У меня есть в ленте Телеграма канал полковника. Он маскируется под какого-то отставного офицера. Может быть, действительно, отставник просто у него уехала крыша. Сейчас он агитирует за массовые беспорядки бандитов в форме. Или просто люди защищаются от бандитов и так далее. Я читаю этот канал, я чувствую себя милиционером. Не полицаем, как у нас, а милиционером. Потому что я понимал ощущение этих людей. Что если сейчас они проиграют, то их такие, как этот полковник, и такие, как эти журналисты, будут жечь заживо. И журналисты их будут радостно снимать ради хайпа. Все. Все. Михаил Игнатьевич, хочется перейти теперь к тому, какие все-таки выводы, может быть, наши власти сделают. То есть, все началось с фальсификации выборов. У нас это в норме. Причем, если в Беларуси мы говорим о том, что Лукашенко все-таки пользуется более 50% популярности, по крайней мере, в силу того, что у него достаточно успешная экономическая политика, про нашу власть это сказать нельзя. Единая Россия пользуется просто всеобщим неуважением, всеобщей ненавистью. Но, скорее всего, через месяц у нас, как раз сегодня 12 августа, 13 сентября у нас единый день голосования, скорее всего, у нас опять Россия всех жахнет, скажет Турчак. Губернаторы 20 постов будут определяться, скорее всего, у нас опять, ну, может быть, там один-два будут не единороссы. Не единороссы. Вот они в России не боятся таких же протестов получить, как в Беларуси сейчас происходит? Ну, я думаю, что они сядут в свои бизнес-джеты, которые летают вопреки, так сказать, коронабесным запретам, или летят в свои поместья в Европе. Вот и все. Ну, как бы так, значительная часть этих чиновников. Если бы они могли чему-то учиться, то у нас не было бы коронабесия, а была бы нормальная политика антиэпидемиологической в стиле Белоруссии, в стиле Швеции, если бы они могли учиться, люди, которых лишили возможности жить, а у нас более 70%, по данным российских страховщиков, там 72,8%, имеют доходы меньше реального прожиточного минимума. То есть, меньше двух официальных прожиточных минимумов, то есть, 25 тысяч меньше. 72,8% населения. Если бы эти люди были способны чему-то учиться, читать хотя бы собственные отчеты, они изменили бы социально-экономическую политику. Если бы они могли чему-то учиться, Владимир Владимирович не говорил бы про 17 тысяч рублей средний класс. Мы отменили бы пенсионную реформу. В любой момент товарищ Путин может сейчас получить, ну хорошо, не 90%, как в армии Крыма, но 75% плюс открытой сердечной поддержки. Отменить повышение пенсионного возраста и начать судебный процесс в отношении инициаторов этого дела. С популировкой «Вы, гады, меня обманули». Всё! Второе воссоединение вскрыло. Он этого не только не делает. Он этого не сделает. Потому что он плоть от плоти этих людей. Извините. Проблемы Лукашенко начались не с фальсификации выборов. Проблемы Лукашенко начались с курса белорусизации, с политики Януковича, которую он реализует. Проблемы Лукашенко это не восставший средний класс Белоруссии, а это господин Макей, который его правая рука, человек с мёртвыми глазами, который является главой западнического лобби. Я думаю, что товарищ Макей Лукашенко за ручку отведёт в главу, посадит там в клетку, где его убьют, как Милушевича, и вернётся править Белоруссией. Вернее, тем, что от Белоруссии останется. Но Макей, как сообщают, он только что вступил накануне этих протестов, его приняли в закрытый гольф-клуб, где членами, значит, американский, Янукович, извините, где членами Саакашвили и Яценюк, и клуб уже несколько поколений принадлежит семье Пелосио, это лидерша демократического, так сказать, демократической части Конгресса. Значит, членство в клубе стоит от полумиллиона до миллиона долларов, в зависимости от градации, но, естественно, я думаю, что Макей заплатил сам, благо есть чем, скорее всего, есть чем платить, но там за него якобы заплатил некий аноним. Вот, и такой человек, он является правой рукой Лукашенко, то есть, Лукашенко выбрал западный путь, он хочет на запад, где его пасают на кол. И Лукашенко у меня сочувствия нет ни малейшего, после всех этих эскапад в нашу сторону. Он свой выбор сделал, жалко, что он с собой на тот свет свою страну тянет. А наше руководство, простите, а чем оно отличается? Когда у нас те же самые абсолютно прозападные либералы, только с живенькими глазками, они составляют все окружение президента Путина, все наше руководство, все наше социально-экономическую политику определяют либералы. Ну, то есть, смотрите, у нас в 20 регионах страны могут, вопреки мнению жителей, победить опять единороссы. И Беларусь все-таки, она относительно компактная, Россия большая. И в 20 регионах вспыхивают протесты, причем протесты не какой-то интеллигенции стартаперов, студентов, а вспыхивают протесты именно работяг. Не преувеличивайте, не преувеличивайте. Ховаровский край один. Ховаровский край это регион, где вы можете заработать на жизнь сами. Китай рядом. В большинстве регионов России вы сами на жизнь заработать не можете. Большинство регионов России выморочено. Потому, что, знаете, как во время переворота захватывали нацистов на Украине, власть в городах. Городок такой, райцентр. Проезжает на автобусе, даже не 50, 20 боевиков с автоматами. Заходит к мэру. Ты сам заявление пишешь или, значит, нам тебя пристрелить сначала. Мэр пишет заявление, встает, уходит. Садится тетка, привезенная в этом автобусе, которая даже не знает, как называется этот населенный пункт. А правда не знает. По-честному. С ней остается пяток боевиков. Остальные едут дальше. Поскольку население города это старики и дети, а все мужики на заработках. Старики и женщины населения. А мужики на заработках работы нет. Для захвата города достаточно 20 человек. Точка. То же самое в России. Протестовать некому в значительной степени. То есть где-то будут протесты, где-то они будут, где-то их не будет. Но вот что в 20 регионах, где будут фальсифицированы выборы, поднимется волна народного гнева, как в Хабаровске, нет. Она в 3-4 поднимется, дай бог. Потому что в остальных все вымерли. Россия страна, которая вымаривается последовательно, целенаправленно, эффективно. И в этом отношении наше государство очень, так сказать, разумно и эффективно действует. План Гитлера остров действует. Читайте. Михаил Геннадьевич, я даже символ орнитологических акций купил. Голубь. Некоторым почему-то показалось вчера, что это чучело настоящего голубя. У нас в субботу в 2 часа дня по местному времени планируется по всем регионам кормление пернатых. Как вы считаете, насколько вероятно, что подобные акции просто кормления голубей мирного, законного смотрения достопримечательностей тоже перерастет в стычки, перерастет в какие-то массовые беспорядки, в массовые аресты, избиения дубинками? Ну, массовые вряд ли, а что называется нападения сотрудников органов полиции на людей, я думаю, будут. Вряд ли это будет массовые нападения, но они будут, потому что я обращаю внимание на то, что в Москве даже одиночный пикет является правонарушением, потому что якобы человек, который стоит один, в отличие от толпы полицейских, которые на него набрасываются, он там якобы создает какую-то угрозу эпидемиологическую. Ну да, забег 16 тысяч человек, это нормально провести полумарафон? Я согласен, вот в этом я абсолютно согласен с Московской мэрией. 16 тысяч человек, которые доверяют Московской мэрии, знаете, это акт социального дарвинизма. Я, конечно, против социального дарвинизма, но я логику Московской мэрии понимаю, что люди, которые ей доверяют, ну как-то вот она решила попытаться почистить генофонд. Наверное, так. жёстко-жёстко-жёстко, Михаил Геннадьевич. Ну а как иначе это объяснить? Можно, конечно, предположить, что он понимает, что всё это эпидемия это враньё, потому что они уже в середине апреля проводили массовые заражения москвичей, и никакого массового заражения не получилось. Но, понимаете, я раньше так думал, но я сейчас подумал, посмотрел, послушал, что они говорят. Это всё-таки слишком сложное заключение. Они всё-таки до такой степени с моей точки зрения воспринимать реальность не способны. Поэтому 16 тысяч под лозунгом «Мы победили пандемию» это конкретный социальный дарвинизм, это попытка почистить генофонд, ну если не общество, то Москвы, по крайней мере, от людей, которые способны верить Собянину до сих пор. Очень-очень неподоброму. Почему? И потом, понимаете, я плохо очень отношусь к Голубям, вот сам лично. Это разносчики заразы, это паразиты, это вообще ужас. Но согласитесь, даже самый плохой Голубь лучше, чем самого хорошего единоросса. Вот в том-то и дело, в том-то и дело. Ну, я недавно по Москве и вижу, значит, эмблему «Единой России», прямо там у них какое-то отделение в переулочке, и я вдруг вижу то, чего не видел никогда, что это козел в медвежьей шкуре. О, как! Лозунг «Вы не медведи, вы козлы», это просто эмблема «Единой России». Не какой-то там карикатурист рисует, вот внутри медведи белый козел с рогами повернутыми вправо. Это их эмблема, это не карикатура, это не искажение, не извращение, это то, как они живут. Их эмблема это козел в медвежьей шкуре, точка. Козел в медвежьей шкуре. Это у Шатару вставали был витязь в тигриной шкуре, а у этих козел в медвежьей шкуре. Вот это их символ. И в этом отношении абсолютно честные, абсолютно искренние люди. С моей точки зрения. На этой жесткой ноте наше интервью перешло экватор. Переходим к вопросам подписчиков. Первый вопрос. Кто должен отвечать за последствия принудительной вакцинации? С какого должностного лица спрос? То есть, если человеку сделали прививку, потом у него начались осложнения, на кого жаловаться, с кого спрос? Кто отвечает? Первый разработчик вакцины. То есть, подавать в суд на Гамалея? На Гамалея. И второе. Тот, кто делал вакцину непосредственно, то есть, главврач соответствующего заведения медицинского, ну, в целом медицинского заведения, которое это делало. И, в-третьих, те, кто рекомендовал эту вакцину. Минздрав или там Роспотребпозор, я не знаю. Роспотребпозор, потому что его глава госпожа Попова рассказала об исследованиях, которые были проведены и показали то, что написано в любом учебнике биологии школьном, что, оказывается, вирус не размножается ни в обычной воде, ни в пресной, ни в соленой. При том, что в учебнике биологии... Подождите, она такое рассказывала? Да. Даже какой-то ролик есть, что вирус размножается только внутри живой клетки. Может быть, это какой-то дипфейк? Вот это вот, перемена лиц? Я не знаю, я не знаю, но кто будет тратить ресурсы на наших одичалах, когда то, что они говорят, это и так все выглядит как сплошной фейк? Я не понимаю, они не могут нанять себе там, не знаю, консультантов каких-то, студентов-отличников за три копейки. Ну, хоть, ну, как они так позорятся-то? Ладно, это риторический вопрос. Римские матроны, они совершенно не стесняясь, раздевались и мылись, раздевались до нога в присутствии рабов. Они рабов за людей не считали, их не стеснялись. Партизанское движение у нас началось во время оккупации в 41-м году, когда немцы, захватывая село, просто у колодца раздевались до нога и не смущаясь ни женщин, ни детей, значит, они мылись. Показывая, что они не считают людей людьми. С этого началось партизанское движение, не с убийством. Так у нас, наше руководство уже очень давно всеми силами показывает, что как немцы и римские матроны, они тоже не считают нас людьми. Очень искренне, очень прямо. Довольно много комментариев здесь по поводу Николая Николаевича Платошкина. Я не знаю, во сколько я успею выгрузить наш эфир. Сегодня, 12 августа, в 12 часов дня в Московском городском суде пройдет очередное слушание по поводу подачи там апелляции по изменению меры пресечения, но уже вчера супруга Николая Николаевича, Анжелика Егоровна, она дала интервью небольшое и сказала, что надежды на этот суд никакой нет, они пойдут в ЕСПЧ. Михаил Игоревич, ЕСПЧ как-то может помочь в такой ситуации? Нет, ЕСПЧ может коррекать, оно может выписывать штрафы, уже когда все случится, и либералам эти штрафы выплачиваются, не либералам, не знаю, вот, но в любом случае Платошкин не Навальный, поэтому это будет рассматриваться в общем порядке, то есть рассматриваться очень долго. Это Навального рассматривают на следующий день, потому что он как бы для ЕСПЧ свой, а честные люди для ЕСПЧ чужих. Вот, но жена Платошкина права в том, что действительно никакой надежды на этот суд нет, потому что суд, который принимает к рассмотрению заведовав классифицированные доказательства, если я правильно понимаю, там, значит, из какого-то ролика вырезали кусок, и этот обрезанный кастрированный ролик представили в качестве доказательства в суд. Там вырезали 6 секунд, а когда защита попросила вы вот еще две, добавьте, чтобы было 8 секунд, а не отказали. Да, потому что эти 2 секунды они опровергали полностью, показывали лживость и фальшивость обвинения. То есть, это не суд. Это не суд. Это глумленин самой идеи правосудия. Это воплощение лжи. Это не какой-то там районный суд в глухой тайге. Это, как я понимаю, московский городской суд. То есть, это, знаете, правосудие это представление уже нового времени. А это действительно, как Сергей Глазев сказал, это блатные феодалы. Для них представления о законе и праве не существует вообще. Возникает вопрос, а кому здесь не нравится Беларусь? Многие спрашивают, при каких условиях в России может повториться то же, что и было в Беларуси и позитивно это, негативно это? Восстание народа против обезумевшей власти может произойти, если эта власть совершит что-то откровенно безумно. Если возникнут вдруг надежды на честные выборы, а их фальсифицируют как обычно, и люди не будут терпеть то, что они терпели до этого очень долго. Возникнут какие-то несбыточные ожидания. будет какое-то отдельное безумие. Плюс переход количества в качество. Потому что когда, извините, повторюсь, почти 73%, 72,8% не имеют денег для минимальной жизни, и им рассказывают, что вы должны быть благодарны за это, но они могут стать благодарны в любой момент за это. У Путина времени уже, по-моему, уже заканчивается. Уже нет времени. Но он не понимает, у него все хорошо, все замечательно. Вот самое главное во всех этих диктаторах это то, что они полностью успокаивают. У них все под контролем, у них все замечательно, и как только они успокаиваются, они погибают. Это психологический фактор, психоэмоциональный фактор. Вот сейчас в каком-нибудь городе разрушится коммунальное хозяйство. А сейчас в каком-то районе Москвы что-то случится. А сейчас начнут строить уже, так сказать, сейчас побьют. Вот сегодня в 19 часов на строительстве юго-восточной хорды будет встреча с депутатом обвиняют во всех смерт на грехах, глумятся над ними всеми силами и так далее. Это Московская Мария. Вот что-нибудь там случится. Что-нибудь с ювенальной юстицией случится. Придут к каким-то нормальным людям, а нормальных людей будет какой-то выход в средства массовой информации. Провоцировать, предсказать нельзя. Мой канал это выход, друзья. Если у вас что-то плохое происходит, записывайте видеообращение, присылайте мне принципиально важно, что-то происходит внезапно, это происходит неожиданно. Люди терпели, 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 и вдруг что-то происходит в тысячи первый раз, люди перестают терпеть. Очень важно, что Путин сделал то же самое, что уже сделал Лукашенко. Он лишил людей будущего. Это принципиально важно. И Порошенко, и Лукашенко с разных сторон, по разным причинам, они лишили людей будущего. У нас после выбора будет так же, как сейчас, только сильно хуже. Руководство страны это устраивает, для них это коммунизм, для них это рай, для страны это ад. И вот это понимание отсутствия будущего, украинские власти нашли выход в организацию войны на Донбассе. Это для них способ держать страну под контроль. Поэтому они не могут замириться в принципе. Для них это значит немедленный взрыв страны. Их будут сносить все радикалы, нерадикалы, нацики, коммунисты, все. А вот нашей стране войны нет и, надеюсь, не будет. Для этого наш вопрос достаточно гуман. У Кошенко войны нет и, надеюсь, не будет. Соответственно, негодование людей будет обращено на власть. Точка. Объяснить, что это газдеп мутит, уже невозможно никому. На этим уже даже не смеются. Конечно, газдеп это враг, но не такой враг, как наше собственное руководство. Сколько людей убил в России газдеп? И сколько людей убили в России либералов в своей политике? Сколько доносов написал газдеп? И сколько доносов написал единоросс Женя Федор? Извините, Евгений Федоров. Да, вот просто сравните. Вот. Поэтому, а да, в мире-то полный бардак. В середине сентября я жду второго падения мировых рынков. До Джонс уже до 80 тысяч с копейкой, до пол. Сейчас есть откуда падать. После выборов 4 ноября в день праздника, так сказать, наших одичалов, значит, там будет в день освобождения администрации президента от польских оккупантов в 17 веке. Значит, начнется, судя по всему, гражданская война, если ничего не изменится. Ну вот, кстати, мы дошли до экономики. Здесь просят еще раз проговорить основные советы по сохранению, накоплению сбережений, франк, евро, золото. Какие прогнозы? Пока до конца года я лично держусь евро, но, в принципе, нормальный швейцарский франк, нормальный золотые монеты. Мне сейчас, кстати, чуть-чуть припали, так, чтобы время, чтобы их подобрать. Ну, золотые монеты это на 3-5 лет, надо понимать. А если нужна ликвидность, то в крупных городах, типа Москвы, Питера, это швейцарский франк, а вот города чуть поменьше, это уже евро, потому что швейцарский франк там в Сургуте вы не поменяете, даже в банке. Там вы даже в Красноярске, я подозреваю, швейцарский франк в банке не поменяете. Если поменяете, то очень плохой курс. Поэтому евро более надежная, более спокойная вещь. Если есть что. А так, экономьте на всем и обязательно развлекайтесь, обязательно получайте удовольствие, потому что это не временный период, который нужно перетерпеть и потом все нормализуется. Это теперь так будет всегда. Точно. Причем в любой момент может случиться все, что угодно. Люди, которые жили с Ютьюба, грубо говоря, им канал хлопают. Просто хлопают. Даже не замораживают, просто его стирают с концами. Это не только Царьград, не только Анна Ньюс. Огромное количество помельче. И это риск, который висит над всеми. И риск, который висит со всех сторон. Потому что в условиях глобальной депрессии сходят с ума не только наши, сходят с ума все. Да, друзья, я напоминаю, что на случай блокировки нашего канала Ютуб, здесь под видео есть ссылочки на наш Телеграм-канал, на наш Яндекс.Дзен, на нашу группу ВКонтакте. Если что, присоединитесь туда, там появится информация, где я буду выкладывать свои материалы, и мы обязательно останемся на связи. Михаил Геннадьевич, здесь вот довольно часто попадается вопрос, сколько вам платят Кремль, пайка от Путина. Как вы вообще зарабатываете себе на жизнь? И может быть, вас напрямую администрация президента содержит? Нет, вы знаете, вы хорошо думаете про администрацию президента, если у вас такие предположения. Зарабатываю достаточно просто. Во-первых, я являюсь государственным служащим, я являюсь советником руководителя фракции «Справедливая Россия» Сергея Михайловича Миронова, к которому отношусь с большим уважением. Потому что при всей критике «Справедливая Россия», в значительной степени эта критика «Справедливая» я ее разделяю, но, поверьте, я прошел всю нашу политическую сферу, оппозиционную и неоппозиционную, это человек по своим личным качествам, с моей точки зрения, лучший. И это люди, которые, ну, как бы, кто-то на них обижен, но это люди, так сказать, нормально работающие, нормального взаимодействия. Это первое. Второе, я консультирую некоторое количество фирм, некоторые из которых не совсем маленькие. Я их консультирую по разному вопросу. Ну, например, некоторые, ко мне пришли некоторые замечательные люди, которые занимаются, в том числе, трейдерством, и сказали, «Слушай, а давай ты там спрогнозируешь, будешь прогнозировать цену на нефть?» А сколько они пришли ко мне в офис, я их развернул лицом к двери, а на двери у меня висел плакатик, что значит «Вечность» в то время висел плакатик. «Вечные проекты вечных двигателей второго рода и прогнозы цен на нефть не рассматриваются». Глядя, замечательно, но что такое вечный двигатель второго рода, мы понимаем смутно, а вот прогноз на нефть давай ты нам сделаешь. Говорю, ребят, это невозможно. Просто это слишком многофакторное событие. Говорят, вот давай ты нам сделаешь, за последствия ты отвечать не будешь. Вот с того времени я и прогнозирую цены на нефть. И должен сказать, что плакатик я снял, потому что, ну не могу сказать, что у меня там попадание, там корреляция 95% нет, конечно. Но довольно часто я попадаю, довольно часто я угадываю, как бы прогнозирую. То есть падение цен на нефть в 3,5 раза, когда американцы прекратили количество смягчения, конечно, не спрогнозировал, а то, что нефть будет сыпаться и сыпаться очень сильно и упадет за 60 долларов, я спрогнозирую. Некоторые другие подобные вещи. Естественно, что когда-нибудь людям надоест, потому что, помимо правильных прогнозов, у меня бывает ошибочно, но пока не надоедает. Кроме того, я пишу книжки и их продаю. Кстати, на Бумстартере продолжается продажа моей книжки «Жизнь, катастрофе, победе, криесам», «Простые бытовые советы». Уже, по-моему, пятое издание. Люди, что называется, ее покупают с большим удовольствием. Единственное, я вам советую покупать ее в электронном виде, пусть в PDF-ке, но это просто дешевле, и вы получите ее значительно быстрее, чем по почте, и не будете мотать себе нервы с трекерами, которые попадают не в тот ваш ящик и стираются вместе со спалом. Плюс к этому бывают разовые консультации тоже, когда приходят люди и говорят, а вот что нам делать, что у нас не так. Поскольку наш бизнес это в значительной степени психиатрия, то я уже могу подрабатывать психиатром. Приходит ко мне человек, я на него смотрю, я понимаю, что диагноз его я понимаю, но говорить вслух не буду. Друзья, обратите внимание, беседы с Михаилом Григорьевичем Делягиным, за них некоторые серьезные люди платят деньги, а нам достаются бесплатно. На самом деле я еще и провожу на Авроре аврора.нетворк, это информационное агентство, огромное, созданное Кириллом Рычковым, и, значит, там я провожу и вебинары, и читаю курсы лекций, вот сейчас я читаю курс лекций из 20 лекций по 3 часа. 60 часов я с людьми разговариваю. В основном я рассказываю, как устроен мир, как к нему приспосабливаться. Вот когда мы закончим, где-то числа 20 августа, это дело можно тоже будет купить. Вот если кому-то вдруг интересно, но это к вопросу то, как я зарабатываю, на чем я зарабатываю. Михаил Григорьевич, здесь есть другой еще аспект. Мне кажется, когда люди спрашивают про кремлевскую пайку, ну вы вот как ушлый, как знающий человек, вы расскажите, как люди вообще, да, попадают на эти хлебные дотации от администрации президента. Вы умеренно ругаете, умеренно жестко ругаете администрацию, и как я-то говорил, суков, чтобы я вас заметил, должны стать мои проблемы. И потом, если вы, так сказать, последовательно что-то выстраиваете, какие-то заключения в политологической сфере, и при этом ругаетесь, к вам приходит, чтобы вы начали хвалить. Или начали ругать не так, а по-другому. Но это было при Сурковье, это было при Володе. Сейчас, по-моему, там совсем люди простые, по-моему, сейчас это им уже не нужно, они замкнулись сами на себя. Но это, опять-таки, я не могу об этом судить, потому что я на кухне не присутствую. Меня один раз пригласили сказать, что я думаю про пенсионную реформу, а летом 2018 года ну я сказал. Хотелось бы на такой позитивной ноте закончить наш эфир, но здесь есть еще несколько важных вопросов, поэтому все-таки на них нужно ответить. Возможен ли зимой в связи с ухудшением экономической ситуации конфликт на национальной почве с национальными диаспорами? Может быть у нас никакого социального взрыва русских коренных не будет, а вот приезжие начнут жестить? Нет, приезжие могут начать жестить, но Северный Кавказ относительно вменяем при абсолютном безумии значительной части молодежи, но диаспоры Средней Азии они, собственно, держали во время коронавесия свои диаспоры честно говорили, когда мы больше не можем держать. Так что здесь проблема скорее с армяно-азербайджанской дружбой и проблема с тем, что у нас произошла очень большая деградация армянской диаспоры, потому что она начинает опускаться просто до уголовщины. Вот это проблема с моей точки зрения. Но это не будет проблемой, которая будет проблемой в масштабах страны, это будет проблема в масштабах отдельных регионов. Тем более, если какой-нибудь разумный губернатор начнет делать неодноразовую дорогу, понятно, что это будет трактоваться многими как этнический конфликт и, что называется, агрессия по отношению к армянскому народу, хотя этим естественно не будет. Так что вот эта паразитическая система, когда за счет воровства на российских бюджетах существует значительная часть армянской элиты в самой Армении, эта система будет разрушена, я думаю. И никому от этого плохо не будет, включая саму армянскую элиту. Ой, Михаил Геннадьевич, спасибо за ваши комментарии, за ваши экспертные оценки, с вами был доктор экономических наук, известный общественный политический деятель Михаил Геннадьевич Делягин. Спасибо вам, до новых встреч. Спасибо вам, счастливо, всего доброго. Спасибо, друзья, ставьте лайки, делайте репосты, подписывайтесь на канал аудио статьи на канал Михаил Геннадьевич Делягина. Всего доброго. Счастливо. Продолжение следует...